Вторая часть видео с распродажей. Мы с вами в том же магазине. И не забудьте обязательно подписаться, девочки, мальчики. Посмотрите, какие юмористы работают в этом магазине. Это коврик на входе. Ну, поехали. Купила вот такой карнавальный костюм. Я всегда своим девчонкам, у меня трое девчат, покупала костюм. У нас целые мешки были на любой праздник. Они у меня были как с иголочки. Мы наряжались на все Хэллоуины, бродили по городу. В общем, веселились с этими костюмами как могли. И вот очередной костюмчик новый, запечатанный. Конечно же, я его купила. Кому-то пригодится. Вот такой вот комбинезон. Это комбинезон от Джозеф Рибков. Я показывала в предыдущем видео кофточку. Обещала вам показать фотографии, вставить. Ставлю вот сейчас. Корсетный верх с сеткой плечи. Раскрешенные широкие брюки. В общем, абсолютно трендовая вещица. Это полиэстер. Но выглядит, конечно, он шикарно. И вещи этого бренда не дешевые, так скажем. Вот его бирка. Знаменитая такая, узнаваемая. Очень такая серьезная. В общем, этот комбинезон, конечно же, я купила. Там, интересно, сделаны по низу брюки. Есть разрезы, есть вставки, сетки. Ну, такой вот классический, красивый, в черно-белом. Интересную вещицу нашла вот такое. Это то ли болеро, то ли такие вот рукава очень интересные. Надеваешь, продеваешь руки. И у тебя получается по спинке такая красивая, ну, типа болеро. Поэтому неплохой мне понравился свитерок в молочном оттенке. Здесь разная вязка, да, скомбинирована. И бахрома. Я прошу прощения, у меня немножко болит горло. Джинсы скини с небольшими рваностями в состоянии новых черные. Я купила еще одни скини. В общем, этот раз тоже взяла несколько черных скини и одни черные прямые джинсы. Они все в состоянии новых. Просто, знаете, они висят, когда внизу и пачкаются об пыльный пол. А так вот джинсы, конечно, осеновые. Вы видите, я взяла четыре пары, по-моему, разного размера черных скини. И для себя купила вот такие синие с небольшими рваностями. И, наконец-то, нашла для себя, вот вилежат синие джинсы, клеш от колена. Очень мне хотелось бы, не хотелось бы, а хотелось бы, я нашла еще одна трендовая юбочка, сетка на подкладке. Вот я показываю эти джинсы. Они расклешенные от колена, очень хорошая длина. Ну, в общем, я снова довольна, безумно распродажей. Сильно поедены молью жакеты. Конечно же, кто, кого у нас любит моль, у нас любят серьезные бренды кушать. Emergildo Zenya съела моль. Рядом висели похожие, но она их не тронула. Шикарное полупальто в таком каком-то небесно припыленном оттенке. Красивая фурнитура. Это стопроцентная шерсть. Но мне не понравилось состояние самой ткани. Она не съеденная молью. Никаких прогрызов, нигде дырок не было. Но такое было впечатление, что ткань уже местами подзатерлась. Я с большим сожалению оставила это полупальто. Из обуви купила вот такие от Karen Millen босоножечки. Они полностью из кожи. Здесь кожа вверх, внутренность, кожа подушва. В идеально новом состоянии. Такие женственные, очень интересные. И подойдут они, конечно же, под все. Под классический образ, под джинсы. В общем, черные с таким слегка молочным сочетанием. Но, конечно, как же без знаков свыше. Выбери позитивность и все вокруг. И будешь ты видеть красивым. Как-то так. И жилет мужской от Ted Baker. В составе 70% шерсти. Красивенная, присущая этому бренду подкладка. Я ее покрутила. Покрутила этот жилет, но не купила. В общем, такая распродажа. Вы не забудьте подписаться. Пока-пока.